В общинном центре горских евреев в Сокольниках молодежный клуб «Стмэгги Джуниор» провел кубок по Торе. В мероприятии приняли участие 9 еврейских общин из Москвы. Анастасия Воронина расскажет подробнее. Командное бурное обсуждение. Именно так ребята добиваются правильного ответа на заданный вопрос. Почти все, как в известной игре «Что, где, когда». Только тема тут одна – религиозная. Тора – основа иудаизма, которую должен знать каждый еврей. Пять книг Моисея – это план, замысел, путь и главный закон, устанавливающий нормы и правила поведения, указывающие на цель жизни. За один день невозможно прочесть и выучить всю Тору. Поэтому организаторы интеллектуальной викторины коснулись только самых важных аспектов еврейской Библии. Здесь Тора познается в интерактивной форме. Это очень интересно. Мы просили все команды прислать по 10-15 вопросов на их выбор. И далее мы выбирали вместе с коллеги и судей, какие именно вопросы попадут в игру. Из 75 вопросов 25 в итоге взяли команды. Остальные придумали организаторы. В интеллектуальном поединке приняли участие представители 9 самых активных московских еврейских общин в возрасте от 17 до 30 лет. Каждая команда состояла из 5-7 человек. Община Тора Митцион представила единственную женскую команду. Решили принять участие, потому что мы хотим узнать, как мы должны ценить Тору путем ее изучения. Для того, чтобы стремиться к своей заслуге отправлять мужей и своих детей на изучение Тора. В первом раунде на все вопросы отвечали капитаны команд. Во втором все участники. А в заключительном третьем только лучшие из лучших показали свои знания в формате телевизионного шоу «Своя игра». Кому? Это первым прислимся Хлебодару, а потом Виночерпио. И потом и Юсеф такой же последовательный. Нет. Он сначала столковал Виночерпио, а потом Хлебодару. Мне очень что нравится, то что они знают Тору. То есть как бы уже видно то, что знания хорошие, но, как говорится, совершенству нет пределов. Поэтому будем, я думаю, проводить этот кубок каждый год. Тем самым вызывать дополнительный интерес к изучению Тора. Эта игра не только на знания, но и на реакцию. Всего 30 секунд на то, чтобы дать правильный ответ. Ребята стремились опередить друг друга. По итогам заслуженную победу одержала команда Тора Тхаим. Спасибо за то, что предложили нам участвовать. Было очень интересно, очень хорошая атмосфера тут, хорошая община. Мы для себя открыли, мы учили, так читали все вместе. Это тоже очень большой подарок для нас, то, что появился интерес к письменной Торе, к Кумашу, к книге Береши. Не обошли стороной и обладателя лучшего вопроса. Его определили по открытому голосованию участников. Очень интересный вопрос был насчет того, когда Авраам родился. Года, точнее. Вы правильно на него ответили? Мы, к сожалению, наверное, нет. Все команды наградили памятными грамотами, а победителю вручили хрустальный кубок с Тмэгги Патори и денежный приз в размере 70 тысяч рублей.